Итак, доброе утро, дорогие друзья! Всем привет! Мы продолжаем изучать Тору, конкретно книгу Мишли, конкретно шестую главу. Так, хорошо. Ждем пока все подтянутся со всех частей мира в наш виртуальный бэтмидраж, дом учения. Сейчас мы ждем, когда все подтянутся в виртуальный дом учения. Все, я как раз все сделал кофе. Сейчас выпьем кофе. Но обычный человек, когда выпивает кофе, он просто выпивает. Религиозный еврей, он говорит перед кофе, Барух, ато, адуйной, эллоэйну, мэнах, таулам, шааколь, ния, бедворо. Он говорит, благословен ты, Бог всесильный, царь мира, шааколь, что все вообще, ния появилась, бедворо, по его слову. Интересно, что Бог словами сотворял мир, а мы словами сотворяем свой мир. И когда ты хочешь добавить, добавить божественное присутствие в свой мир внутренний, ты говоришь благословение, благословен ты. Само слово благословен ты, барух ата, вот это на иврите, да, барух ата. Так это барух, это благословение, это как, чтобы стало больше, умножение. И когда ты говоришь барух ата, ашем, когда ты говоришь благословен ты, Бог, ты как бы добавляешь его в его присутствие в свою жизнь, да, этими словами. Эллоэйну, это всесильный наш. Это очень важно, потому что с Богом у каждого взаимоотношения такие, которые ты сам устанавливаешь. То есть есть люди, они говорят, а я не хочу с Богом иметь взаимоотношения. Нету Бога. То есть он берет и просто в своем мире, он как бы сотворяет свой мир без божественного. Это, это называются они атеисты. Теперь верующий человек, есть разные стадии верующих. Одни верующие, да, говорят, всем шалом, кто зашел, одни верующие говорят, да, я в Бога верю, но у меня с ним нет особо близких отношений, я с ним как бы, я не хочу, чтобы он участвовал в моей жизни. Я сам буду разбираться со своими там проблемами, целями, задачами. Все, мне не нужна божественная поддержка. Потом другой человек, он говорит, а мне, говорит, нужна божественная поддержка. Я верю, что Бог всем управляет, и я буду узнавать, что я должен сделать для того, чтобы с Богом быть в хороших отношениях. И он начинает говорить благословения, молиться, делать заповеди. То есть он вступает с Богом в постоянные взаимоотношения, и Бог начинает с ним работать. Теперь весь вопрос в том, знаешь ли ты как с Богом, то есть что на тебя хочешь, что можно делать, что нельзя и так далее. Вот может комиссарук, может подтвердить. Вот он в свое время там только работал, 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 жил, он был бизнес-тренер такой, да, успешной очень. И ему казалось, что он правильно живет. А потом бах, и он заболел. И он тогда думает, как же так, как же я правильно живу, а все не подчеркнуто, то есть жизнь у него просто изменилась. А потом он стал постепенно религиозным, постепенно он все ближе-ближе с Богом устанавливает отношения, и оп, Бог, Бог его вытащил. Вытащил его, и он сейчас здоров, опять начал там работать, все такое. Дай Бог ему здоровья и всем, кто болеет, чтобы поняли и осознали, что болезнь это тоже следствие. А причина, они все причины всего в духовном мире. Все, мы сейчас находимся, 6 глава, в котором нам как раз царь Соломон и говорил о том, что вот попался ты, помните, второй был отрывок, на каждого имбрая пиха, попался ты словами рта своего, и попал в ловушку ты через свой рот. То есть человек попадает в ловушку через свои слова. Сказал, пообещал, сделал, не сделал, и так далее. Сказал человек, не могу, тоже это ловушка, потому что если он сказал, не могу, все, он попал в ловушку своего, не могу. Дальше он уже даже не пытается сделать, потому что он же знает, что он не может. Есть известная история там про открытие, как зашел один студент в какой-то математик, зашел, на доске была написана формула, и он подумал, что это задание, он начал решать и решил это там. А потом, когда он узнал, что это был пример нерешаемой какой-то теоремы, которую многие, ну там, года ее никто не мог решить. А он просто не знал, что ее нельзя решить, и он ее решил. Много есть историй на эту тему. Теперь, значит, мы остановились, что с муравьем мы разобрались, который пашет, потому что он так запрограммирован, и царь Соломонов говорит, бери пример у муравья, не будь ленивцем. Это был вот девятый отрывок. Дальше с десятого он говорит, немного поспать, немного подремать, немного посидеть, сложив руки, и что будет, значит, и придет как путник бедность, и нужда твоя как муж с оружием. То есть, тоже все идет стадиями. Лень идет стадиями, и расплата за лень идет стадиями. Потом дальше, 12-й отрывок, он говорит, Адам Блияль, человек без ярма, который стянул с себя ярмо торы, ярмо заповеди, он становится человеком, человек греха, и он начинает идти через искривление своего рта. Он начинает интерпретировать реальность, начинает интерпретировать реальность именно криво. Он себе объясняет, да ладно, ничего плохого я не делаю, да ладно, я все правильно делаю, ну и так далее. Теперь дальше, вот это то, что мы дошли в прошлом уроке. 13-й отрывок, 13-й отрывок 6-й главы, дальше показывает, как ведет себя человек, который сбросил с себя ярмо торы, и, значит, царь Соломон его описывает так, это, очевидно, в то время они так себя вели. Корнец, корец бейнаф, значит, он мигает глазами своими. Корец бейнаф, вот так вот он уходит. Молель Бераглав, говорит он ногами своими. Моребе Ацбаатав, и делает он знати пальцами своими. Очень странное описание человека, который сбросил с себя ярмо торы. Моргает глазами, говорит ногами, и делает знати пальцами. Значит, что здесь имеется в виду? Ведь это же все абсолютно неадекватное какое-то поведение, да? Моргать там, ногами разговаривать пальцами. Этими примерами, царь Соломон говорит, что если у него нет ярма торы, а тора это система. Мы сейчас привыкли, что есть какие-то системы нравственности, воспитания, культурное поведение, этикет. Но все это взято именно как модель истории. То есть, в то время человек был животное такое, ходячее животное. Вот он родился, все люди были на уровне Маугли. Общественное осознание было на уровне Маугли, да, такие все? Ну, татаро-монголы. Они мясо возили под седлом и ели там отрывали куски сырого мяса ели, да? Там, когда они город захватывали, татаро-монголы, они у мужчин там шкуру срезали, кожу снимали живьем. Эти там ацтеки, инки, они человеческие жертвоприношения, колбасили там детей вот так рядами раскладывали, убивали в жертву. То есть, люди были на уровне животных по своим, как бы, по своим природным качествам. То есть, человек по своему природному качеству, человек от гориллы мало отличается. Вот если взять ДНК, там, устройство и так далее, то чем человек отличается от того же там орангутанга или там шимпанзе? Ничем практически. Я когда как-то был в зоопарке, в частном зоопарке, где живут шимпанзе, это Фельдманекопарк в Харькове, и мы заходили туда просто, ну вот где они живут, как бы, их домик этих шимпанзе. Заходим, и тут берет шимпанзе какашки такая, и у нас кидат начинает какашками, да, своими. Ну, а чего они зашли? То есть, люди примерно были, как эти шимпанзе, и поэтому, когда царь Славон описывал человека, который сбросил с себя ярмо Торы, каким он становится, то есть, ярмо, потом появилась Тора. То есть, на тот момент евреи, которые получили Тору, это были какие-то космонавты. То есть, все, вот то, что мы сейчас изучаем, они знали уже больше трех тысяч лет назад. И, значит, тот, кто сбрасывал с себя ярмо Торы, он говорит, о чем мне вообще можно, нельзя, какие-то правила, это кушай, это не кушай, с тем спи, с той не спи. Что это за такое? Сбросил ярмо, и у него пошла рассинхронизация. И об этом говорит царь Славон в 13-м отрывке, что тот, кто человек Блияль, Блиярма Торы, он начинает курать с глазами, то есть, у него глаза начинают бегать куда вообще, в произвольном порядке. Мулель Бараглав, Ноди у него тоже туда побежал, сюда побежал, куда хочет. И Муребе Эцбаатав, то есть, и пальцы его, ну, то есть, знаете, как эти, наперстя, кручу-верчу, всех обвертеть хочу. Теперь, значит, сегодня, кстати, тоже есть такие люди, которые сбрасывают в себя ярмо, вот это вот ярмо, там, закона или еще чего-то. То есть, как только человек сбрасывает, он такой, бах, я нудист, говорит он. А что я должен в одежде ходить? И там какие-то правила и так далее. Есть такие люди, которые тут тоже, ну, вот именно, вот Павликова хорошо привела пример. Например, капризные дети топают ногами, падают на пол, там, ну, и так далее. И футболисты, красивый пример тоже она привела, Оксана Павликова, вот мы можем все вместе почитать. Футболисты примерно ведут себя так же. Футболисты во время матча, они примерно ведут себя так же. Мигают глазами, говорят ногами и делают пальцами, знаете, пальцами своими. Ну, и молодежь современная тоже. Теперь 14-й отрывок. Теперь, тапуход, это обратное в сердце его и замышляет зло. То есть, обратное в сердце его и замышляет зло. И вот это вот очень важное, значит, беколь-эт в любое время и суды сеет раздоры. Суды, как бы, он рассылает в разные стороны. Что это значит? Значит, сердце человека – это его мышление. Теперь, если он сердце, как нам говорили, напиши слово Торы на сердце своем, да. Если ты все время держишь на сердце, там, возлюби Бога, возлюби ближнего, как себя. Все вот эти вот такие, почитай, там, родителей. Перед сединой вставай. Есть заповедь в Торе повелевающая. Лиф не сейва такум в адрат не закет. То есть, перед сединой вставай, прям Бог сказал, перед седым человеком, перед, ну, старым человеком вставай. И, как бы, адрат не закет, давай почет и уважение, такое великолепие лицу старика, да. Теперь это же против природы. Это против природы. В природе животное, которое постарело, оно просто становится мусором, его съедают. Теперь Бог сказал, секундочку, мы не смотрим на тело. Тело стало старым, но человек в этот момент, он духовно, наоборот, он поднимается и так далее. Надо почитать пожилых. И, то есть, Тора, она идет все время против животной натуры человека. То есть, поэтому так тяжело соблюдать. То есть, есть животное, а есть Тора, которая, это выше, чем даже, чем человеческое. И вот, значит, они, вступая в противоречие, человек, когда выбирает Тору, выбирает служить Богу, он, как бы, отделяется от своего животного и переходит на следующий уровень. В этом, как бы, общая схема. Теперь, человек, который сбросил с себя ярмо Торы, он, наоборот, он сбросил ярмо Торы ради того, чтобы реализовывать свои животные вот эти вот побуждения. И получается, что он, а в обратную сторону он поворачивает сердце свое и замышляет зло в любое время. Мы, то есть, зло и добро, это очень для обычного человека растяжимые понятия. Для обычного человека крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. И любой отец объяснит, как он хочет. У отца полный, как бы, полный у него, как это называется, карт-бланш. Да, то есть, у него полное право своему сыну рассказать все, что он хочет. Монополия. Монополия, монополия у него, карт-бланш и монополия. Теперь, значит, получается, что, но изначально, когда Бог сотворял мир, Он сделал вот это дерево познания добра и зла. Он говорит, секундочку, вот это добро, это зло. Я Бог, я установил. И все ты в этом мире можешь делать. Но ты не можешь менять местами добро и зло. Я Бог, я установил это добро, вот то, что я Бог назвал добром. А это зло, все. Это менять нельзя. Теперь, а что делает человек, который сбросил с себя арматуры? Он поворачивает все это. И получается, что, если он не хочет назвать добром то, что Бог назвал добром, А хочет назвать добром что-то другое, То получается, что он зло делает добром. Это то, что запрещено было делать, вот этот вот плод познания, Дерево познания добра и зла. Это метафора на то, что, когда человек съел от этого плода, Он Бога не послушал, он говорит, я буду как Бог, устанавливая добро и зло. Я сам буду называть, что добро, что зло. Теперь, значит, последнее, что здесь написано. И что он делает тогда? Он сеет раздоры. Медяним и шалеях. Теперь, медяним и шалеях, то есть есть такие люди, Которые сеют раздоры, то есть они, откуда берутся раздоры, да? Один человек хочет у другого забрать, Один человек хочет другого уничтожить, обидеть. В чем интересно, что каждый, кто на второго нападает, Он все, он, для того, чтобы на него напасть, Нужно его назвать злодеем. То есть иначе ты не можешь его уничтожить, да? Когда фашисты уничтожали 6 миллионов евреев И полтора миллиона детей. То есть единственная у них возможность была для того, Чтобы их уничтожать, то есть понятно, что они были злодеи, Но для того, чтобы их уничтожить, и их ограбить, и все у них забрать, Им нужно было только одно, назвать их злодеями, евреев. И тогда, если он злодей, я могу его уничтожить. То есть они поворачивали добро и зло, меняли местами. Понятно, да? Теперь, вот это качество того, кто сбросил ярмо торы, Качество того, кто сбросил ярмо торы, Это поворачивать в сердце своем в сторону зла, И рассылать раздоры, то есть нападать на людей, Ссориться с людьми и, значит, рассылать раздоры. Вот шалом из Индии, шалом, шалом. Шалом и Миссари Александр. Классно вам. Значит, дальше, пятнадцатый отрывок. Пятнадцатый отрывок. И вот этот человек, который без ярма, Он сбросил себя ярмо торы, И он думает, ну отлично, Я теперь как бог, я сам устанавливаю правила, Я в этом мире царь, Но не тут-то было. В пятнадцатом отрывке царь Соломон предупреждает, Что с ним будет. Он говорит так, Он говорит, поэтому, именно поэтому, Потому что он живет, как он живет, Потому что он делает то, что делает, Пятнадцатый отрывок. Вот прям неожиданно, внезапно, Я во и до, внезапно придет подибель его. Пета и Шабер в Энмарпе. Вдруг он будет сокрушен без исцеления. Нет у него исцеления. В этом разница между цадиком, который грешит, То есть человек, который изначально, по сути, Он хороший, он верит в Бога, Он делает добро, но иногда он делает зло. У него, когда он будет сокрушен, Есть исцеление, то есть он раскаивается, Делает шву, и у него есть исцеление. Но если человек без ярма, И он вдруг, и он прямо идет по пути зла, Идет по пути зла, Тогда пятнадцатый отрывок, прям можем конкретно на это положиться, Шестая глава Мишли, Внезапно придет его подибель, Вдруг он сломается, И уже не починится. Нет Морпе. Это, опять же, те же нацисты, Чтобы строилось их имя, Они строили тысячелетний рейх, Там, что они только не выдумывали, Двенадцать лет, Касам Сулеймане, отлично, Борис Маляров прямо изо рта достал, Яркий пример, Касам, Касим, это Сулеймане, Злодей, убийца, И такой прямо грозный генерал, Прямо куда там вообще, Прямо всех пугал, Он выступал, Такой прям был выступливый, Бах! То, чем ты с мечом пришел, От меча умрешь, Ратеты ты привез, Значит, на тебя ратета и пришла, Все. И нет Морпе, Нет у него никакого исцеления, Интересно, что когда злодей умирает, То он с собой тащит еще и людей на тот свет, Он даже после смерти на похоронах Сто человек задавили насмерть, да? То есть это человек, Который даже на его похоронах Гибнут люди из-за него, Представляете? Все. Значит, давайте подведем итог, Давайте подведем итог, Давайте шестнадцатый отрывок, Он, кстати, замыкает, То, что мы сейчас выучили, Он замыкает то, что мы выучили, И можно его очень быстро тоже прочитать, В шестнадцатый отрывок звучит так, Шеш, Эна, Соне, Ашем, Шесть ненавидит Бог, Это вышеперечисленные, Вешева, Туават, Навшо, А седьмую, это вообще мерзость для него, И шесть это то, что мы говорили, Это то, что, помните, Вот эти шесть перечисленные, Человек негодный, лживый, Ходит с извращенными устами, Мигает глазами, Говорит ногами, Делает, знаете, пальцами, Извращенное в сердце его, Мышляет зло во всякое время, Это шесть перечисленных вещей, Которые ненавистны Богу, То есть шесть плохих качеств, Которые есть люди, А седьмое качество, Седьмое качество, Для Бога самое ненавистное, Какое? Это сеет раздоры, То есть человек, Который конфликтный, Который сеет раздоры, Который ссорит людей, Который ссорится, Это самая страшная вещь, Очень важно, Чтобы вот самое главное слово в Торе, Это шалом, Шалом, мир, И у человека должен быть Шалом с собой, Мир в душе, То есть не было, Чтобы не было внутренних конфликтов, У человека должен быть, Если у него нет внутренних конфликтов, Тогда ему легко строить шалом Со своим окружением, Жена и так далее, То есть вот это слово шламут, Соединение, Дальше если у него есть шалом с собой, Шалом с женой, Он может сделать шалом вокруг себя, Шламут, Это цельность, Совершенство, И дальше он может расширять этот шалом, И шалом это одно из имен Бога, То есть шламут, Объединение, Когда вот все одно, Ты в таком вот прям, Ашем и Хат, Бог един, И имя его едино, И ты такой весь, Прямо в этом вот, Как называется, В потоке шалома находишься, Все, Дорогие друзья, Значит на этом мы заканчиваем урок, Делаем выводы, Делаем выводы, Значит какие мы делаем выводы, Первое это, Что нужно, Опять же, Нужно выстраивать свою жизнь По фундаментальной простой системе Торы, Начать, Вот есть фундамент, Десять заповедей, Опять же, Как их соблюдать, Есть дальше 77 повелевающих заповедей, Книга заповедей, Хафицхайма, И дальше, Как в спорте, Есть ОФП, Общая физическая подготовка, Ты выстраиваешь себя на базовых, Основных принципах, Шалом, Это такой главный из них, Потом, Когда ты выстроил вот этот фундамент, Ты дальше на этом фундаменте строишь самореализацию, У каждого из нас в этом мире, Своя какая-то самореализация, Но главное, Чтобы не было раздоров, Все дорогие друзья, Удачи, Успехов, Сделайте свои выводы, Тору надо именно изучать, Чтобы она зашла в сердце, Для этого нужно изучать, Повторять и рассказывать, Поэтому, Когда вы пишете свой вывод, Делитесь своими выводами от урока, От того, Что вы для себя поняли, То это очень круто, Татьяна Удовенко, У нее ощущение, Что секта такая-то, Это, Это просто люди изучают Тору, Мишли, Да, Если вы хотите назвать это сектой, То вам же, Вы себя пугаете, Все, Всем удачи, Успехов, Всем пока, И большой привет, Большой привет, Все, Счастливо,